Сегодня в районе студенческого городка наблюдалось большое скопление транспорта, но никаких пробок не было. Во-первых, водители были исключительно дисциплинированными, никаких правил не нарушали. Но во-вторых, транспорт был двухколесным. В нашем городе прошел девятый этап Кубка России по велоспорту. Скорость под 80 км в час, над головой ясное солнечное небо, под колесами сухая, но непростая и интересная трасса. Вот оно, счастье спортсмена-велосипедиста. В очередной раз Чебоксарский парк 500-летия превратился в трассу по маунтинбайку. Чтобы покрутить здесь педали, спортсмены приехали не только из разных районов республики, но и из разных уголков страны. Побороться было за что. Сегодня мы здесь проводим девятый этап Кубка России по велоспорту маунтинбайк в дисциплине велокросс. Призеры в своих возрастных категориях поедут в ВИЖС на чемпионат России. Самые маленькие соревнуются 10-15 минут, взрослые же катаются в 6 раз больше целый час. Ну а украшением гонки стала не только золотая осень, но и прекрасный пол, хоть и не в многочисленном составе. Кстати, девушки являются не просто красивой, но и сильной стороной этого спорта. Вот сейчас у нас девятый этап идет, спартакиады. Потом будет у нас Россия. Россию закончим и отдыхаем. Но отдыхаем не в этом плане, то что мы валяемся на кровати, там телевизор смотрим, чай пьем. В том плане, что бросаем, можно сказать, велосипеды и начинаем заниматься ОФП, общая физическая подготовка, плавание, бег, кросс. Подъемы, спуски, препятствия. Велокросс такая дисциплина, что иногда на велосипеде приходится не только ехать, но и тащить его на себе. Однако, несмотря на такую нелегкую жизнь, количество желающих пополнить ряды велоспортсменов только растет, считает тренер олимпийской чемпионки Ирины Калентьевой. Я, как говорится, уже давно в этом спорте и вижу, что последние годы, наоборот, идет очень бурный рост этих участвующих. Не бурный рост, а количество спортсменов, которые занимаются этим видом спорта, растет. И вы сами видите, когда в городе сейчас везде велосипедисты катаются, на работу едут, на велосипедах люди. Если лет так 25 назад я зимой и летом катался на велосипеде, на работу и так далее, и никого не было. Сейчас удивительно, все на велосипедах, видите, и городские власти как сделали, да, вот на велосипеде можно ездить по городу спокойно. Сделали специальные вот эти дорожки и так далее. Что ж, впереди Россия. Соревнования на звание чемпиона страны стартуют в Удмуртии в конце октября. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин